Кольцо Третьей Рабочей, авария номер 5483. На кольце Третьей Рабочей произошло дорожно-транспортное происшествие. Аварии здесь случаются настолько часто, что сотрудникам ГИБДД впору выставляют здесь стационарный пост. В этот раз дорогу не поделили Ниссан Дуалис и Хонда HR-V. Водитель Хонды двигался со стороны Котельникова в сторону Кольца Третьей Рабочей и далее собирался уходить по Партизанскому проспекту в сторону Гоголя. Водитель кроссовера, женщина, двигалась по Народному проспекту в сторону Кольца Третьей Рабочей. На кольце они и встретились. Произошло так, что девушка не убедилась и врезалась. Въезжали уже, получается, на кольцо въехали? Она уже съезжала с кольца. Как девушка прокомментировала? Не заметила. Удар был достаточно сильный? Сильный, да. Ничто не пострадал? Да нет, ее же она развернула. Женщина-водитель Ниссана отказалась давать какие-либо комментарии, но на ее защиту встал мужчина в оранжевой куртке. Он же сын пострадавшей. Я согласен, что дорогу надо смотреть, куда едешь, уступать людям, которые не нарушают правила дорожного движения. Но молодой человек в безопасности маневра не убедился, надавил на педаль газа и протаранил автомобиль, который уже выехал на полосу кольцевого движения. Световать на то, что HR-V якобы летела, несмотря по сторонам, конечно, можно, но в подтверждении своих слов хорошо было бы предоставить видеодоказательства. Тем более, что в обоих автомобилях были регистраторы. К сожалению, как выяснилось, в Ниссане он не работал уже как год. На последней записи видим еще прошлогодний снег. А вот в Хонде HR-V с беспристрастным видеооператором оказалось все в порядке. На кадре неспешно перемещается белая Хонда в сторону кольца, где и попадает в ДТП. Судя по повреждениям, особенную невнимательность и, скорее всего, желание слишком резко выехать на кольцо проявил именно второй водитель. Собственно, именно водители Ниссан Дуалис сотрудники госавтоинспекции признали виновным в этом ДТП. А значит, достаточно серьезные повреждения автомобиля владельцу придется ликвидировать за свой счет.